Ден Син Рю Что я, собственно, и делаю Так, давайте пока что Быстренько доделаем вот эту ерунду Которой мы занимаемся, честно говоря Не знаю, чем именно Ага, так Так Жалко, что я прослушал его эти наставления Но Если не ошибаюсь, это можно уже Интересно Интересно Ну, то есть давайте попробуем так Типа это сюда Не кладется Если так И лимон Ну, в общем, предположим, что это правильно Господи, мне нужно два вороньих гнезда Это просто отвратительно Давайте лучше сделаем подковы Значит Ой, ё-моё А, причём здесь написано, что надо взбить Взбить Это чё-то сложно Прям Так, один этот Один лимон И один этот И Эти ингредиенты сюда Твёрдые сначала вроде бы Тебя вроде бы Наверное, тебя Взбить И сюда Предположим Это лопаткова Блин, а мне нужно две подковы Такой кошмар А, мне ещё и звонят Какое-то у меня странное сегодня запись Причём Вы знаете, в чём прикол Если на стриме такое раздражает То на записи такое не раздражает вообще ни разу Вот эти всяческие звонки У меня За окном Вообще какая-то машина с ума сходит А я при этом Коктейли какие-то смешиваю Дурацкие Вот только зацените, какая классная штука Здесь мята Мороженое И молоко Если вы слышите Ой, извините Так Если вы слышите у меня за окном Эту безумную гудящую машину Ну, значит, вам придётся потерпеть Интересно, как это называется? А, это обед лепрекона Ну, что-то обед лепрекона состоит в основном из молока А эта самая мята Просто немножечко поддаёт ему мятности Кстати, забавно, что вот эти вот штуки я совершенно не добавляю Ладно, мне пора уже делать в воронье Да Знаете, я когда был маленьким Мы очень сильно любили играть в игру третий герой Куда мне это выкинуть, спасибо Вот, вот вроде бы это воронье гнездо Ну, не успокаиваются твари, а Короче Так, что мне надо сделать Раз, два, три, четыре Один И один Это типа воронье гнездо Сюда Да, мы, короче, любили играть в игру Как я сказал, герои меча и магии Три я имел ввиду Если я сказал другое, то я был неправ И там было гнездо на скале Ну, вы же понимаете, нам было не очень много лет И, конечно же, все наши шутки просто обязаны были крутиться вокруг, ну, 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 разных тем Примерно одних и тех же О которых думаешь, когда тебе не так много лет О, и он даже перестал звенеть Я думал, сейчас пойти сделать то, что меня просили сделать по телефону, но Ах, тварь Что я все не так сделал? Что? Что? Что тебе не нравится? Ты что-то напутала А, так-то лучше С заказом что-то не так Какое говно Так что вот с этим заказом не так? Это моя попытка сделать воронье гнездо, которое я уже делал, и оно вроде как было правильное Это я не могу положить сначала Значит, еще раз Раз, два, три, четыре Один Один Вылить Добавить этого Добавить этого Поставить Дзынь Здесь что-то не так В смысле? Ладно, может быть он хочет, чтобы я еще одного мерзкого лепрекона сотворил Так, бадья В бадью Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Подождите, я что-то не лепрекона делал Может он мне изначально не лепрекона от меня хотел? На Здесь что-то не так Э Ты сделала что-то не так Заказ Здесь Заказ Заказ Что-то не так Что, интересно, не так с этим заказом, блин? Фэ Пойду сделаю то, что меня просили Как раз вовремя Слава всем богам Я, короче, перезагрузил игру Вот у меня теперь один на чай А А, слушайте, на чай Может, нереально денег дадут Но, наверное, если что-то будет сильно не так То тогда ни хрена мне не дадут Дальше идет очень много повторяющихся рож Мне очень интересен вот этот вот Медвежонок Вот он Так, короче, я просто должен Могу это сюда положить? Нет А это? Могу, отлично Так, это сюда Вот Вот вам медвежонок Всегда бы так И мерзкая рожа На свеклу похоже Угу Нужно вот это все взболтать Две такие Раз, два, три, четыре Вот это мне, знаете Вот эти вот Странные пузырьки Которые Бывают Продают А, погодите Это твердый ингредиент Так, твердый ингредиент сюда Твердый ингредиент сюда Это сюда Это, знаете, такие пузырьки Ммм Вот странные такие напитки продают Детям, типа, нравятся Вот там прям пузырьки поднимаются Какие-то такие прям большие Даже не пузырьки Даже не знаю Что-то такое Странная такая штука Что, возьмешь? Йес мне кажется тогда был глюк возможно они просто не показывали неправильную картинку так значит раз-два раз-два-три-четыре это сюда да много-много мороженого чтобы это не было она очень явно вкусная ну блин игра такая любопытная так чмена сюда наливаем такую боже еще одну штучку бы сделать так значит раз-два раз-два-три-четыре руки шире что-то плечи уже концентрация страшно невероятная и все это вот в такой стакан ну что прошел я тебя а ты уже все приготовила что справилась спасибо мисс можешь взять награду кстати если хочешь заработать приходи всегда рад помощи то есть вот откуда можно деньги брать да ты приготовила отменный коктейль молочина а теперь я расскажу что случилось с тем англичанином идет а вы действительно знаете что с ним случилось конечно на этот англичанин кайлер хочет выйти за него замуж да его похитил маленький народец я то знаю он у них в ловушке они околдовали его и забрали с собой а маленький народец это эльфы я никогда не буду их так называть у них как и у нас есть свои имена и для меня они просто маленький народец именно так и никак иначе запомни это а что маленький народец может сделать с метом все что им вздумается теперь он в их мире и уже никогда оттуда не вернется и это правда можешь мне поверить маленький народец уже не в первый раз вмешивается в дела людей это они устроили взрыв который разрушил половину замка взрыв да тот который разрушил пол замка человек который жил здесь 1944 году его звали брендан балой он был ученым и проводил опыты с ракетным топливом ну по крайней мере так говорят как-то летом он поставил эксперимент но что-то не получилось сначала вспыхнул яркий свет а потом прогремел взрыв и вся южная часть замка взлетела на воздух брендан его жена кейтлин который раньше принадлежал замок и еще их маленькая дочь фиона все трое навсегда покинули этот мир из-за взрыва но я знаю что виноват не только малой это маленький народец скорее всего им очень понравилась фиона они же знают что все маленькие девочки в мире смертных даже самые красивые рано или поздно вырастают и стареют это не неизбежно вот так то они не могли допустить чтобы их любимую фиону постигла та же участь потому и подстроили взрыв значит маленький народец не такой уж добрый у нас свои законы у них свои ничего не поделаешь так устроен мир кстати им от тебя что-то нужно эльфом маленькому народцу почему вы так думаете по дороге сюда я хотел забрать твои ключи из машины чтобы они не потерялись но я их не нашел ключей не было в машине да там не было никаких ключей наверное их забрали маленький народец хочет чтобы ты осталась здесь мне вообще очень нравится этот парень возможно это сильно связано с озвучкой на русском который кстати с моей точки зрения очень сильно подходит к его роже вообще он мне кажется таким очень добрым дедом ну диким пьяницей который возможно творит ужасные вещи но при этом является сильно добрым и хорошим человеком он вызывает у меня довольно большую симпатию уж не знаю это мое обычное дедолюбство или что но тем не менее я кого угодно буду подозревать только не его если в какой-то момент в глубоких подземельях этого замка мы вдруг обнаружим жуткую комнату пыток в которой он ну не будем уже вдаваться в подробности но прямо скажем делает нехорошие вещи с нэдом ну я буду крайне сильно удивлен возмущен и буду говорить что я этого не видел и вообще играла игра имела в виду нет просто ворвались какие-то мерзкие нехорошие люди и все сделали по-своему мне это не нравится хотя конечно на самом деле это выдумал такого не будет так ну а насчет банша очень интересно мне вообще был вообще большая история с банши потому что мы же играли разумеется не только в третьих героев а еще и в десайплес или дискиплес или как его там и в этой игре как раз можно играть было за нежить ну вернее везде можно играть за нежить там в том числе мне за нежить там играть очень сильно нравилось я возможно вам уже рассказывал как я тогда был немножечко другим человеком и например очень сильно людей не любил и вообще так вот однажды я просто стою ничего не трогаю и пробую играть за нежить я никак не могу выбрать за кого же мне играть и там рыцарь говорит мне ну просто я его не трогаю и это его просто фраза такая по умолчанию если не трогаешь типа он говорит хотите я убью их всех хозяин и что-то мне это так понравилось что это так и играл с тех пор за нежить так вот у них в том числе был такой вариант героя банши или это был не вариант героя точно не помню и мне тогда очень сильно казалось что это именно какие-то невесты которых что-то там не взяли замуж или я не знаю там муж умер или убежал или что там случилось женихом или не знаю она утопилась в общем не курсе и что типа как раз вот она такая белая и она типа в свадебном платье я вот думаю что это конечно же не так но в глубокие прекрасные по-своему времена без интернетовщины мне казалось тьфу мне казалось я вот прям помню как так считал и всех убеждал и никто не мог проверить что самое смешное сейчас сейчас информация просто прет это всюду мы немножечко живем в этом самом в мире как называется коуста коуса конечно гоуста инвизор инвизор шелл короче призрака в доспехах я имею ввиду первый фильм вот так ладно я что-то заболтался это место называется крик банши вы знаете кто такая банши банши можно сказать это дух или привидение но она иногда предстает в облике старухи ее легко узнать по серым лохмотьям и длинным седым волосам иногда банши может превращаться в ворону но поверь это не самое страшное еще вой вот что наводит ужас на людей согласно поверьям если услышишь вой банши значит скоро кто-то умрет мне кстати очень сильно занимает я думаю что то что он говорит это настоящий фольклор это здорово фолк лор кстати фолк лор фэр до меня дошло что такое фольклор это как лор только фолк фолк это типа люди на народ это типа лор который народ друг другу передает вот тебе фольклор тюблин сегодня я видела возле замка кого-то с длинными волосами в серой одежде правда кто-то перебежал мне дорогу я свернула и машина оказалась канаве я в первый раз увидел банши когда мне было пятьдесят четыре года а ты увидела ее в таком возрасте да еще в первый же день в ирландии наверное ты какая-то особенная да несущая сама себе проклятие а этому есть другое объяснение можно придумать тысячи объяснений тому что ты видела на дороге но только одно из них окажется верным я кстати случайно нажал на этот вариант мне очень хотелось подыграть именно что я во все это верю мне вообще очень сильно хочется здесь подыгрывать что типа вау такие вещи надо же мне потому что я думаю очень сильно нравится именно местный фольклор типа того вам не нравится все англичане или только мэтт симмонс я терпеть не могу англичан но этого в особенности он мне сразу не понравился такой заносчивый такой дерзкий невоспитанный наглый постоянно трогает то что не положено и повсюду сует свой нос до хуже бродячей собаки вот что я думаю а я вы знаете что думаю мне короче кажется что они оба полные идиоты ублюдки и я их ненавижу и вот это я виду пар который хочет пожениться ужас вот единственно нормальный человек во всей игре по крайней мере пока а как вы относитесь к кайлер а кайлер она другая ее место здесь это же сразу видно потому она и сидит все время в библиотеке и читает она останется в ирландии а если она передумает и решит выйти замуж за кита фоули будет лучше значит кит вам нравится на хоть он и родился в штатах и жил в лондоне он настоящий ирландец и это сразу заметил к тому же он влюблен в кайлер они будут хорошей парой а постойте вы правда думаете что кит любит кайлер а ты что этого не заметила ну конечно же он ее любит да это даже на лбу у него написано он специально приехал сюда раньше чтобы расстроить свадьбу только маленький народец опередил его да ирландцам везет да мне видимо пора идти потому что на этом нэнсона настаивает в общем он точно этот то есть короче я я к сожалению не могу рассказывать кого именно я имею ввиду но короче я знаю одного деда который вот вот прямо этот дед он такую же мерзость несет типа там не знаю типа это дура она хорош человек а это ублюдок то его нафиг и там под по идиотским причинам типа я их всех ненавижу а он мне нравится но при этом у него в голове полная каша и дрянь это очень сильно похоже на одного человека блин ему действительно дофига лет и господи даже даже лицо похоже мне пора идти всего доброго доброго тебе тоже всего просто господи куда пошел что ай нет сюда я не хотел вообще-то один жетон о зоркий детектив что это отличие надо искать из 2 на ой блин так интересно могу все подряд помечать я нихрена не зоркий детектив вы чё ой блин ой блин ой блин ой блин ой здесь просто не видно только и хочется что с тонать как же ага ой у тебя банта нет блин шесть я только половину нашел чуть больше интересно что они мне за это могут дать восемь чёрт давай поиграем в игру Чё, три! Два! Два! Так это... Чёрт! Вот! Ещё одно! Нет! Нет, 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 нет! Сволочь! Если я переиграю, ты туда же меня засунешь или как? Зоркий детектив! Блин! Сколько у тебя вообще может быть картинок? Ааа, это другая картинка! Проклятье! Ещё такая весёлая музычка под это, подо всё! Так, мне кажется, или... Или на этой картинке... Эй, ты... Что? Ага! Вот! Ага! Мне, короче, почему-то кажется, что на этой картинке... Эээ... Сложнее увидеть отличия! Ну, возможно, я глючил! Хотя, я... Я всего лишь пять нашёл, это не мудрено, что сложнее, блин! Ммм... Зоркий идиот! Тварь, ты зоркая! Ну, это не реал, что я сейчас за 20 минут найду ещё и в шесть! Я ещё не вижу ни хрена! Сейчас я себе представлю, как все орут просто в монитор, типа... Блин, твою мать, чтоб ты сдох! Нажми его на то! Нажми, нажми! Мы так жаждем! Во! Нажал! Кое-куда! И что теперь? Да ничего! Ладно, давайте в это лучше поиграем! Пш-ш! 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 П championship שmented! Пш-ш! 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 Мммммммммм! Еще раз! А! Ровно ноль очков! При этом все дротики должны быть выпущены в цель! Красный круг 50! Зелёное кольцо 125, внутреннее кольцо, число сектора, число сектора это наверное умножитель, промах желтого поля, промах, внутреннее кольцо, зеленое кольцо. То есть, я не попадаю, да, я наверное не попадал по центру, ну вот пожалуйста, а сейчас я победю, плохо, плохо. Ну, тебе что-то нужно? Мне пора возвращаться в замок. Всего доброго. Спасибо. Я уже привык называть стримы, а если бы я называл серии, я бы эту серию назвал жуткая неудача в дротике. Звучит еще как пошловато. Я не знаю, возможно у меня просто опошлился мой разум в последнее время, так бывает. Ладно, пора бы мне привнести в свою жизнь чуть больше просто головоломок или диалогов или хоть чего-нибудь такого. Вот, например, меня вроде бы эта Кейт, или как ее там зовут, просила сделать какую-то умную вещь, а именно напечатать эти ее извещения или что-то в этом духе. Ну, по крайней мере, не повестки в армии. Ты уже напечатала программки? Да. Да. Насколько я поняла, шафером Мэтта будет некто Алан Пейн. Но если Кейт его лучший друг, почему Мэтт не сделал его своим шафером? Мэтт сказал, что так хочет Кейт. Алан приехал сюда с нами. Когда Мэтт пропал, Алан справедливо предположил, что это обычный розыгрыш, и отказался в нем участвовать. Так что он вернулся в Лондон и сказал, что появится здесь только после Мэтта, не раньше. Может, тебе стоит поговорить с Аланом? Его номер 0044 020 794 604 81. Вдруг он что-то видел, пока был здесь. И это поможет найти Мэтта. Правда, чтобы позвонить, придется идти к пабу. Мобильная связь не работает, и мой телефон бесполезен. Мне, кстати, нравится, что у них мобильная связь не работает. Ну, правда, в жизни я это ненавижу, конечно, но все равно. В жизни, я себе представляю, у меня даже GPS не работал бы. А так, вы знаете, у меня этот самый мобильный интернет безлимитный и без роуминга. Короче, могу кататься по России и просто быть счастливым человеком. Если Мэтт жил в детской комнате, тогда где его вещи? Там, возле его кровати. Но их там нет. Но они были там. Еще вчера. Я видела его чемодан и рюкзак, когда заглянула в детскую. Вдруг Мэтт решил объявиться. Вещи точно были там. А если их там нет, может, Донал куда-то их убрал на хранение? Потому что я точно видела чемодан, когда Мэтт пропал. Так что его вещи где-то здесь. И Мэтт тоже должен быть где-то в замке. Я в этом уверена. Не буду мешать. Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь выяснишь, приходи ко мне. Что-то я как-то немножечко увлекся. Секунду. Я сегодня типа на утро себе ставил будильник. На 8 утра. Но проблема в том, что мои электронные часы не показывают 8 утра и, скажем, 20 часов вечера. Они показывают мне 8 и 8 П. Так вот, если я неправильно тогда поставил будильник, поставил будильник на 8 П. Ну, типа ПМ. Пост, не знаю, Морнинг или еще какие-то хрень. Так вот. Они сейчас зазвонили в 8 вечера. Ладненько. Что-то я увлекся, честно говоря, сюжетом. Это детская, кажется, да? Да. Ворона здесь нет, поэтому ничего интересного. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я случайно наверх пошел. Какая классная дыра, как сильно Скайрим напоминает. Кы-кы-кы-скай-скайрим. Но нет. В Скайрим мы, пожалуй, пока что еще не пойдем. Ну, вы знаете, начальный ролик Скайрима, там где в башню дракон вламывается. Я вот это имел в виду. Пойдем-ка мы пока именно в папу. Позвоните этому парню. Я очень сильно надеюсь, что мне не нужно было запоминать... Не-е-е, в столб вошла. Что мне не нужно было запоминать номер. Обычная Нэнси Дрюфи не настолько злобная. Творюга. И раз... Нет, и раз я сказал... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Телефонная карта. Спасибо. Так, телефонная карта. Алло. Здравствуйте, я звоню из замка Малой. Меня зовут Нэнси Дрю. Я подруга Кайлер Мэлори. Да, мне о вас рассказывали. Скажите, Мэтью ещё не объявился? К сожалению, нет. Я бы хотела задать вам пару вопросов, если вы не против. Хорошо, задавайте скорее. С минуты на минуту за мной должны приехать. А-а-а... Хороший вопрос. А вы, в случае, не знаете, где Мэтт? И вы уехали из-за того, что вы не знаете, где Мэтт? Потому что вы всё-таки знаете, где Мэтт? Во. Вы видели или слышали что-нибудь странное в замке? Если вы говорите о привидениях, то нет, я их не видел. Честно говоря, постоянные скандалы в замке так отвлекали, что ни на что другое просто не оставалось времени. Что вы имеете в виду? Те трое называют себя друзьями. Но друзья так часто не ругаются. Незадолго до своего исчезновения Мэтт поссорился с Китом. Я не разобрал, о чём был спор, но они оба были в ярости. Потом я увидел у Кита синяк под глазом. На следующее утро Мэтт и Кайлер поссорились. И в этот раз я тоже не смог разобрать по какому поводу, но они потом ещё долго дулись друг на друга. Я был очень рад уехать оттуда. К сожалению, Мэтту скоро надоест его глупая шутка, и мне придётся вернуться в замок. Ну, мне пора. Приятно было с вами поговорить, Нэнси. Надеюсь, мы скоро увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Видео занимает так мало игрового пространства. Прям кажется, что, господи, мы же только начали. Мы же... Куда делся час? Вы что, то есть не час, а куда делись полчаса? Какие-ка чёрта полчаса? Как же стрим там? Три часа, типа того. Ну, нет, нет. Здесь совсем другая логика. Хммм. Может быть мне в мини-игры тут без вас поиграть пока? Хорошая была бы идея. Очень даже интересно. Вот давайте я сохранюсь. Второй шанс лестнице. Я не знаю, что это значит, но... Лучше четвёртое видео замок малой. Бай. Да, я reasons... Ну и ногти. Бай.